Всех прибывших ветеранов встречали песнями, теми самыми из их боевой молодости. Здесь же стен газета про их активную общественную деятельность. После войны каждый из ветеранов внес немалый вклад в строительство мирного будущего. И сегодня может оценить результат. На улице Островской пять высоток, построенных впервые в стране методом скользящей палубки. Я руководил этим делом, отвечал за эти дела. Так что для меня город Сочи – это мое сердце. Я в городе 61-го года. Очень сильно изменился город. Действительно красивый, действительно желанный. Так что в этом отношении город самый лучший у нас в России. Глава Сочи за чашкой чая рассказал ветеранам о всех мероприятиях, которые запланированы в городе ко Дню Победы. Анатолий Пахомов особо отметил и новый для Сочи проект. Школьники пишут письма в другие города, в школы с таким же номером. Таким же ребятам с героическими прадедами. В этом послании они рассказывают об исторической роли города Сочи перед Великой Отечественной войной. И просят своих сверстников рассказать о вкладе их города в победу над фашизмом. Интересная акция. И мы прекрасно понимаем, что сегодня особое внимание надо уделить как раз детям в плане воспитания патриотизма. И мы считаем, что эта акция очень эффективно будет работать. Также глава курорта подчеркнул, что всем ветеранам войны власти готовы предоставить путевку в Сочинские здравницы. Желающим надо обратиться в районные советы ветеранов. Продолжение следует...